Информировать, где мы с вами увидимся в январе, где я буду на каких мероприятиях, где судить, где спотерить. В общем, есть одна свободная, одни свободные выходные в январе. Если кому-то нужно посудить, пишите. В общем, 6-7 января мы увидимся на Мамайке Дрифт. Потом в следующие выходные мы увидимся на втором этапе Уральской Лиги Дрифта в Челябинске. Потом третий выходные в январе пока свободные и четвертый выходные в январе увидимся на Сочи Дрифт Челленджи. На втором этапе я буду там в качестве спотера. Там уже более подробно расскажу по месту, у кого, какая машина и так далее. В общем, есть одна выходная дата, одни выходные свободные. Пишите, у кого нужно поработать, что-нибудь придумаем. Сейчас дальше в следующем сториз. Я же робота здесь собрал, прикиньте, ночью. Попробовал. В общем, думаю, малому задарим робота. Ну и чтобы в грязь лицом не ударить, он скажет, типа, на, собери машинку там из него. Я думаю, беспалево ночью его распакую, соберу. Так вот, в общем, у меня без малого и без инструкции. В итоге еще и на ютубчике инструкцию открыл потом. Короче, час я его крутил туда-сюда. И, ну, его же еще была задача не сломать до того, как он в руки сыну попадет. Короче, я его аккуратно туда-сюда, все везде упирается. И понимаю, что нужно его по оси провернуть, чтобы он в тачку, короче, скомпоновался. Но боялся. Но в итоге открыл инструкцию. Там, оказывается, для того, чтобы все заработало, нужно его еще и разработать. Так вот, в общем, без малого, что-то час или больше у меня ушло. В итоге открыл на ютубчике инструкцию. Там какой-то пиздюк за 6 минут его ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-собрал, как кубик-рубик. В общем, было весело. Еще, друзья, у меня же готовы сертификаты в древшколу. Я что-то совсем про них забыл. Кому нужно сообразить какой-то подарок предновогодний, там, мужу, сестре, подруге, брату, свату, там, пишите. Сертификаты есть в наличии. Отправлю таксишкой, либо сам доставлю. По стоимости, там, в личку отвечу вам. Потом, что еще из новостей. Короче, по спойлерам, по обвесам на BMW. Сейчас в следующем сториз расскажу, а сертик сейчас сюда фоточку приложу. Так, у меня здесь были небольшие раскопочные движения, в гараж называется, заехал. И так, вроде, не доехал, пешочком прошелся, чтобы не закапываться, но в итоге застрял. Ну, шину заднюю все у меня видели. Короче, покопался, в итоге выехал, квадро рулит. Так вот, по спойлерам. Сейчас еду забирать три спойлера. Один оставляю себе, один купил, короче, кореш, у меня здесь в ВКБ. И есть один свободный спойлер. Если кому-то нужно, готов отправить, желательно до Нового Года сделаю какой-нибудь скидончик вам. Потому что впереди покраска Лексуса, короче, ну и сборка. Ой, Лексуса. Я все про Лексус Бэшки. Поэтому денег туда много уходит. И, короче, напоминаю, спойлер самый огромный, самый большой, который, в принципе, я видел в своей жизни. Ширина у него 185, по-моему. Высота это зависит от ног. Ну и ширина, короче, он на корвете C7 стоял. Стоял на корвете фирма APR. Кто шарит, тот шарит. Стоит он космос. Снял я с него матрицу. И в итоге вот имею матрицу огромного охренительного спойлера, который всю жизнь как бы хотел. Поэтому они вам стали более доступны. Кому нужно, в принципе, если кому-то не горит, можете писать, заказывать. Сделаем, отправим. Так. Дальше, что у нас касается обвесов. Обвесы на BMW, как ни крути, короче, в месяц уходит на изготовление одного обвеса. В январе у меня BMW уезжает на покраску. Мы вроде все сделали. То есть, в принципе, я готов с ним распрощаться. Если кому-то горит, готов отправить обвес со своей тачки. В январе себе сделаю еще один. После покраски как раз будем накидывать. Поэтому пишите, что-нибудь придумаем. Ребятки, ребятки, прием. Спойлера на базе. Вот они лежат. Пришлось все сиденья все разложить, чтобы они влезли. Вот так выглядит идеалочка. Сразу в грунте. Но если хотите, можете обработать. Сейчас еще покажу, в чем еще особенность есть. Спойлера супер универсальные. То есть, вы можете ноги поставить как узко, так и широко. Для этого у вас в комплекте идут вот такие привалочные крепежи для будущих ног. Здесь сразу намеченные отверстия. Здесь вы, получается, вот где поменьше, вы там приклеиваете плюс дополнительно клепками. Закрепляете. Ну, я у себя, допустим, так делаю. А здесь, соответственно, крепите ноги. И насколько вы широко их выставляете, просто вот эту поверхность, рельеф берете, подтачиваете и плотно это все садится. В общем, пишите.